Сегодня в гостях у женского сообщества из Инануэзарих Захраба Далбейли, поэт, писатель, продюсер и музыкант. Здравствуйте, Захрахана. Здравствуйте. Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Благодарю за приглашение, мне очень приятно. Ваша фамилия ассоциируется с творчеством, поэзией, музыкой, и эта ассоциация, безусловно, уходит корнями детства. Поделитесь самым ярким детским воспоминанием. На самом деле, детство у меня было очень ярким само по себе, и таких моментов было очень много. Но одно из таких воспоминаний, это когда я была очень маленькой, мне было три или четыре годика, и я училась в детском садике. И нас все время, как старшую группу, брали сниматься на телевидении. И в очередной раз, я не помню самого выступления, к сожалению, то есть в памяти это не запечатлелось, но запечатлелся тот момент, когда в этот же день вечером транслировали эту передачу, и нам сообщили, что в такое-то время будет передача. И мы возвращались как раз домой в это время. Я забежала в квартиру с криками, что включите телевизор, включите телевизор, меня будут показывать, но телевизоры тогда включались очень медленно. И вот пока мой дядя был у нас, он включил телевизор, и пока он загорелся, я помню, то есть я впервые увидела себя со стороны, как бы на экране телевизора, и это было очень яркое впечатление, что я вижу себя на экране. И вот этот кадр, он очень мне ярко запомнился, я говорила какое-то стихотворение на азербайджанском языке, и вот одно из ярких воспоминаний детства, вот такое у меня было. Что больше помогло вашему становлению как творческой личности? Вызовы и испытания, или же приятные и уютные мгновения жизни? Скорее всего, совокупность и того, и другого. И, конечно же, те люди, которые встречались с меня на пути, и мои родные люди, которые помогали мне в творческом пути, и до сих пор помогают, поддерживают, советуют, иногда что-то критикуют, то есть это абсолютно все, что меня окружает, я так бы сказала, и абсолютно все, что происходит в моей жизни. Каждой героине рубрики «Беседа с Инамлы Вазаревханом» мы задаем такой вопрос. Как вы представляете себе Инамлы Вазаревханом? Я считаю, что это та самая женщина, которая может сосчитать в себе очень гармоничная, мужскую энергию и женскую энергию, но при этом, конечно, с толикой преобладания женской энергии, потому что, конечно, для того, чтобы мы двигались вперед, для того, чтобы мы достигали чего-то, нам иногда нужен напор, который именно есть вот в этой солнечной энергии мужской, а наша лунная женская энергия, она нам помогает оставаться очень утонченными, женственными, не терять это, и я считаю, что вот важно держать вот этот баланс. А если мы говорим об окружающем мнении, как побороть стереотипы и при этом остаться самой собой? Самое главное, я считаю, что не врать самой себе. Конечно, я понимаю, что не каждый человек рождается с чувством меры, не каждому доводится постричать на пути становление людей, которые правильные советы дадут, которые воспитают в этом человеке чувство баланса того же самого. И, конечно же, когда человек сам себе не врет и понимает, для чего он делает, то есть если даже делать какие-то вызовы обществу, надо понимать, для чего ты это делаешь. То есть если ты сам себя обманываешь, конечно, и общество тоже не воспримет это. А если женщина, которая какие-то хочет сломать стереотипы, она делает это оправданно и делает это для чего-то, для какой-то очень важной и нужной цели, я думаю, что эти стереотипы в таком случае именно рушатся в правильном направлении. Ну вот мне как-то так кажется. — Главное качество, которое вы ищете в других? — Искренность. Искренность и естественность. Я очень люблю, когда люди естественны и не изображают из себя тех, кем не являются. В человеке может уживаться иногда несколько личностей. И даже когда человек смирился с этим и проживает все эти личности, это тоже очень хорошо, это тоже очень интересно на самом деле. Даже если у человека есть какие-то негативные черты, но он как бы понимает, осознает их, это тоже абсолютно для меня, например, приемлемо. То есть этот человек, он личность, в котором присутствует это. И это его отличает чем-то от других. То есть для меня вот эта естественность, она важнее всего. — Я задам вам вопрос, обратный к предыдущему. Что расстраивает вас в этих? — Как раз-таки обратное. То есть это лицемерие, это какие-то движения на показ, это попытка загубить свою личность во имя того, чтобы соответствовать какой-то надуманной личности и образу надуманному. Вот это меня очень расстраивает, когда люди отходят от себя, отходят от своего сердца, от своей души и пытаются быть теми, кем не являются. — Что нравится, что вам нравится делать снова и снова? — Ой, мне нравится, мне нравится жить. Просто банально жить, потому что на самом деле я каждое утро благодарю Бога за новый данный день. Когда я открываю глаза, я говорю, что щукивают, что я открыла глаза. И у меня есть новые возможности сделать что-то в этот день иное, нежели я делала вчера. Конечно же, есть какие-то моменты, такие чисто навыки, так скажем, творчество, общение с близкими людьми. Конечно, это все очень близко душе моей, и я люблю это сделать ежедневно. Да, а вот так, в принципе, просто банально жить. Если бы вы могли попросить об исполнении одного желания, какое бы оно было? Тоже очень банальную вещь скажу, наверное. Мир во всем мире. Когда мы говорим эту фразу, очень многие воспринимают ее утопическую, ну, как утопическую. Очень многие воспринимают ее как притерную. Но на самом деле, если бы был мир во всем мире, тогда, я думаю, что все желания всех людей абсолютно четко сбывались бы. Мне так кажется. Часто ли вы говорите «да», хотя подразумеваете «нет»? Очень редко. Практически «нет». Потому что я очень четко научилась говорить «нет». Раньше у меня было по-другому. То есть я говорила, то есть я боялась чем-то расстроить людей, как-то не хотела там отрицать какие-то моменты, или если, допустим, что-то меня попросили, либо это какой-то вопрос об их творчестве, например. То есть, конечно, я тогда вот из-за боязни обидеть людей часто говорила «да», подразумевая «нет» или там, не знаю, какие-то сомнения. Но сейчас я просто поняла, что можно сказать «нет» в очень этичной и правильной форме, чтобы не обидеть человека, но в том же числе, и сказать правду. Сказать «нет». Это искусство. Да, это просто… Я думаю, что это приходит с опытом. То есть если у человека есть такая цель быть более искренним, более как бы с собой общаться искренне, конечно же, тогда можно добиться этого. То есть с опытом, с каждой ситуацией постараться это сделать. Что стоит перед вами и вашей главной целью? Передо мной на самом деле очень много целей я себе поставила. И я думаю, что самое важное – это труд. Потому что одно дело, когда у человека есть какие-то способности, таланты, это все прекрасно, но если мы не будем трудиться и двигаться вперед, мы никаких целей не достигнем, я так думаю. Поэтому, естественно, это каждый день бороться с ленью и трудиться. Чего бы вы себе не позволили? Чего бы я себе не позволила? Вы знаете, это очень такой вопрос интересный. На самом деле я понимаю на данный момент жизни, что не говори никогда, нет, никогда не говори никогда. Потому что вот сейчас перед вами сидит Зара, которая может сказать, что я бы себе не позволила, ну, например, в 3 часа ночи покушать варенье. Но завтра может случиться какая-то ситуация, которая меня приведет к тому, что именно в 3 часа ночи именно передо мной будет варенье, и я его съем. Поэтому на данный момент Зара, которая сидит сейчас перед вами, может быть, не сделала бы, не предала бы близких людей. И я это, это мое кредо по жизни – не предавать близких людей. Потому что я считаю, что когда мы предаем кого-то из близких, мы предаем себя в первую очередь. Потому что мы выбрали близость с этими людьми, мы выбрали быть как бы друзьями. Даже с теми же родственниками мы выбираем, оставаться с ними близкими или не оставаться с ними близкими. И вот когда мы предаем, мы предаем свой выбор. Поэтому я считаю, что я бы не предала. Опять-таки, мне сложно зарекаться, но я, например, наверное, скорее всего, это очень претит моему нутру, и, надеюсь, никогда не получится, чтобы такое было. И завершающий вопрос. Если бы вы могли отправить всему миру послание, что бы вы сказали за 30 секунд? Я бы сказала бы, чтобы люди не боялись любить, чтобы люди боролись со своими страхами в целом и всегда шли дорогой к себе. Потому что дорога к себе – это и есть та самая дорога к Богу. Потому что мы созданы из любви, которой Бог нас одарил. Спасибо большое за теплую беседу. Мы желаем от всего женского сообщества из Инан-Вальзари. Успехов вам в ваших проектах и в вашей жизни. Благодарю. Вам тоже успехов и процветания.